Обзац. При таможенном досмотре сотрудник Алымов ДИ счел нужным произвести рентгеноскопическую проверку картины под названием «Подпасок с огурцом». Кисти неизвестного художника начала века, которая находилась в багаже вышеупомянутого иностранного туриста. Точка. Обзац. Рентгеновский снимок показал, что под картиной «Подпасок с огурцом» скрыта другая картина более раннего происхождения. Точка. Согласно предварительному заключению, вызванного в аэропорт Шереметьево искусствоведа-консультанта Обнорского КГ, Обнорского КГ, она является произведением 16 века. И, следовательно, подпадает под действующие инструкции о запрещении вывоза за границу предметов, составляющих художественный и культурный фонд страны. В скобках. Пункт 1. Приложение 1. К инструкции Министерства культуры СССР номер 77. Скобку закрыть. Обзац. Принимаем во внимание объяснение интуриста о том, что ему не было известно о существовании скрытой картины, и что подпаска с огурцом он приобрел в комиссионном магазине 8 дней назад, в подтверждении чего имеется товарный чек, а также учитывая, что попытка незаконного вывоза не состоялась и имела единичный характер, считать нецелесообразным возбуждение уголовного дела о контрабанде. Точка. С новой строки. Все материалы по данному происшествию передать для дальнейшего рассмотрения в Главное управление внутренних дел Мосгорисполкома. Точка. С новой строки. Первый раз в моей практике приходится заниматься картинами, да еще двухшлойными. Таисий Абнурский, вы уверены, что та нижняя действительно 16 век и действительно подлинник? Чтобы судить категорически, надо удалить отсюда этого чумазого отрока, то есть раскрыть картину. И уничтожить следы преступления, если налицо преступления. Нет, я понимаю, нельзя. Поэтому произвел небольшую расчистку вот только там в углу. Да, да, вижу. Здесь внизу Эль Греко. Эль Греко? Присаживайтесь, Хансин Георгиевич. А рентгеновский снимок? Да, и по рентгеновскому снимку у меня также сомнений нет. Это Эль Греко. Эскиз к знаменитому портрету кардинала Фернандо Нуньо де Гевара. Можно считать даже это вариант портрета. Да. Эта картина принадлежала коллекционеру Таланову. В 50-х годах она, к сожалению, перекочевала в провинцию. Да, да, знаю. Таланов уехал на родину и там умер. Все собранное завещал Краеведческому музею. Да, да, да. И вот оттуда она исчезла. В том-то и дело, что не исчезла, Константин Георгиевич. А по сведениям областного управления культуры тихо, мирно висит на своем месте. Вот как вы. Ну, вы меня озадачили. Ну что ж, здесь вы помоложе. Присаживайтесь. На музейную мебель? Да ну, подумаешь. А что с ней будет? Чем могу? Я насчет подпаска с огурцом. Насчет кого? Картина. Так называется. Подпасок с огурцом. Ну, вы знаете, честно говоря, первый раз слышу. Ну, нет, так нет. Это у вас Эль Греко. Он самый кардинал Фернандо, великий инквизитор. Знаете, я, честно говоря, в живописи не очень. Но тут вот сразу видно классика. Понимающие интуристы, те просто ахают. Сразу за фотоаппараты хватаются. Да, серьезный старик. Да. А вы знаете, что вы недавно пытались вывезти за рубеж? Как вывезти? На самолете. Ну, для маскировки переодели подпаском. Каким подпаском? С огурцом. Да нет, подожди. Ну, что вы разыгрываете, что ли? Да вот же она, картина. Точно ли она, товарищ Пчелкин? Да нет, ну, конечно, она. Да нет, ну, безусловно, она. Ну, что вы? Да она вот так уже безотлучно лет 10 висит. Если бы безотлучно. Почему вы не сообщили о краже управления культуры? Не понимаю. А какой краже? О краже семи картин из коллекции Таланова в прошлом году. Так не было никакой кражи. Ну, как же не было, когда была? Ну, нет, ну, не было, не было. Да мне сообщили об этой краже в милиции через 5 минут после приезда. А-а-а. Так это была не кража. Была попытка кражи, причем неудачная попытка, которую ваши коллеги пресекли буквально тут же. Вот, как видите, все вернулось на место. Ничего не пропало. Это еще большой вопрос. Придется забрать вашего кардинала, чтобы специалисты могли проверить, какая из картин подлинная. Ну, знаете, это тогда вам придется забрать и меня. Эта картина представляет огромную ценность. И вы уж извините, но мне придется ее сопровождать. В таком случае я буду сопровождать вас. Выезжаем утренним поездом. Извините, что беспокою. У нас тут легкий шухер произошел. Майор столичный приехал. В Челкина тягает. В котельный был, глядел. Да нет, точно. Тетя Нюша в понятых была, при ней какую-то картину опечатали, сказали, что с собой возьмут. Да нет, нет, я ничего, я не шебуршусь, я помалкиваю. Ясно. Сделаю оки-доки. Маруська поцелуй передает. Что за поцелуй в трубку? Вот, приеду тогда. В общем, звони. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты чё, по ночам шляешься? Ключи, забыл. Куманю твой привет передает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно. Телефонограмма у Томина прочли, прочел Вадим Александрович. Нос. Что скажете? Очень любопытно. Да? Прекрасно. Целитесь. Есть указание прокурора возобновить дело о краже из музея, что я вам и предлагаю. Вадим Александрович, а квитанцию комиссионки нашли? Нет еще. Никакие соображения. Узнать, кто сдал в магазин подпаска с огурцом. Если удастся установить, кто его купил. Попробовать определить, не пряталась ли под ним уже тогда другая вещь, или подпаску приобрели только ради этой квитанции, и чтобы потом попытаться скопировать его поверх главной картины. Пока Томин не вернется, такой примерно круг вопросов. Для начала в этом кругу вам работы достаточно. Действуйте. Ха-ха-ха. Пойдем сюда. Пойдем. Давай. 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 Помню такую картину, помню. Ага, вот. Чтобы вам было яснее. Первый пункт наименования. Ниже размеры. Фамилия владельца картины. Кипчак. Дата приема. Продажная цена. Ниже моя подпись Розанова. А вот пометка НХ, это что, неизвестный художник? Совершенно точно, неизвестный художник. Так, значит, двадцать третьего картина была выставлена, и двадцать пятого уже продана? Да. Провисело всего два дня. Не расскажете, что там было изображено? Ну, обычный среднерусский набор. Лужок, береза, корова. В центре мальчик на пеньке сидит. Увидя картину снова, сумеете установить, что она та самая, или ее копия? Картин такого пошива копии не пишут. Ну, если кому-нибудь взбрило на ум ее сделать. Тогда не рискну определить. Детально я с картиной не знакомился. Но ведь вы установили время создания, назначили цену. Да, я назначил цену, учитывая хорошую раму картины. Ну, а ведь время определяю не я. Картина прошла атрибуцию. Атрибуцию? Да. При музее существует, ну, как бы экспертная комиссия. Они определяют принадлежность картины данному мастеру. Или, так более общо, данной школе, данному веку. И это официально сообщается владельцу. Значит, подпасок прошел атрибуцию? Да, конечно. Это задокументировано? Да, причем подписано самой Бабарыкиной. А уж если Бабарыкина ставит начало двадцатого века, то и я совершенно автоматически ставлю начало двадцатого века. Ну, за Анатольевну на Микини не проведешь. Продавец магазина мог запомнить, кто купил картину? Да это и я вам скажу. Вы знаете, польстился какой-то иностранец из западных. Муза Анатольевна, пересядьте, пожалуйста, сюда. Будет виднее. Да. Ох, это. Да, она у нас была месяц назад. Я помню, проходила атрибуцию. Вы знаете, я ожидала чего-то другого. А чем она вас заинтересовала? А все-таки уделите внимание бедному парню. Он тот же, что и месяц назад не изменился в лице, не растерял часть коров. Знаете, бывают такие картинки-загадки. Найдите десять различий. О, простите. Так это же совсем другая картина. Вообще другая. Та была посредственность, но добротная. А это... Это... Вы знаете, в таких случаях мой муж говорит полнейшее лимпопо. Лимпопо? Муза Анатольевна, а вы не могли бы сформулировать как-нибудь иначе, чтобы было убедительно и для меня, и для следствия? Так вы возьмите картину у Кипчака и сравните. Сами найдете десять различий. Это нетрудно. Да нет сейчас Кипчака, Муза Анатольевна. Отдыхает в санатории. И картины нет. Продана через комиссионный магазин и канула. Надежда на вас. Ну, хорошо. Давайте я попробую. Ну, знаете ли с чего начать, чтобы вы поняли суть. Во-первых, фигура мальчика. Она была в центре и держала всю композицию. Здесь, видите, она ушла куда-то вбок. Потом поза другая. Он сидел посвободнее. Ну, коров-то я не считала. Дело, конечно, не в поголовье, правда. Но вот настроение ушло. Настроение ушло. Там художник в простоте душевной. Что видел, то и писал. А здесь... Он ремесленно, сентиментально писал, но честно. Ну, вы сами посмотрите. Что вам этот пастух симпатичный? Да не вполне. Вот и мне тоже. Он тупой. Даже какой-то нагловатый. Я... Одна не понимаю. А как она к вам попала? Картина поступила к нам из таможни. Из таможни. Ах, вот как. Начинаю понимать. Подождите-ка, значит. Ага. Фокус есть. Ну и что же вот там под этим красавцем? Кто записан? Элегрек. Ну уж. Неужели настоящий Элегрек? Говорят, настоящий. Да что вы. Если настоящий, ему в мире цены нет. Просто нет цены. Вот. Взгляните. Кардинал Фернандо. Бог мой. Да что вы. Я вас поздравляю. Это счастье, что картина задержана. Счастье. У нас Эльгрек на перечёт. А здесь извольте радоваться на вывоз. Да что вы. Вот саранча. Зарубежная. Всё хотят скупить. Всё готовы вывезти. Муза Анатольевна. А что за личность этот Кипчак? Как вы думаете, он мог бы пойти на подобную аферу? Ой, это я не знаю. Вы знаете, я с ним мало сталкивалась. Если вы хотите, я спрошу у папы. А он тоже коллекционер? Папа? Вот папа не тоже. Нет, папа коллекционер с большой буквы. Если хотите, подвижник. Папа. Вот Кипчак. И многие другие те тоже. Понятно. А вот насколько реально опереться на коллекционеров при расследовании? Если захотят, они что угодно просто из-под земли достанут. Если захотят. Ну тут как минимум нужно взаимопонимание, а я совсем не знаком со средой. Муза Анатольевна. Задержитесь на минуточку. Присядьте. Просветите. Хоть чуточку. Ну что, вы знаете, на первом месте все-таки, конечно, любовь к искусству. Есть тут и от игры, и от охоты, ну даже от торговли. Как вам сказать, простите, я забыл ваше имущество. Павел Павлович. Павел Павлович, простите. Вы чем-нибудь кроме криминалистики увлекаетесь? Ну, пса держу, фехтую, бывает уже рыбу в редкие свободные дни. Ага, значит, вы насаживаете маленького червячка на крючок и мечтаете поймать большую, глупую рыбу, да? Мечтаю. Вот, и коллекционер тоже мечтает. Он мечтает, что на его крючок попадется большая рыба. Ну, только не мечтает, а жаждет. Он иногда, бывает, месяцами не спит, не ест, мечтает, как угорелые, рыщет. Бывает, просто последнюю рубашку отдаст. Нет, это потому что страсть истинная, и голод неутолимый. Иногда шило на мыло выменивает, и такое бывает. Ну, бывает и спекуляция. Надувательство. Просто в чистом виде надувательство. Ну, а ведь тогда ваш крючок с червяком тоже кошмарное надувательство. Да, пристыдили. Ну, вот видите. А кто они чаще по профессии? Ну, это кто угодно. Это и ветеринар, и щитовод, а с другой стороны академик, пожалуйста. Какой-то крупный деятель, который на собирательстве душой даже отдыхает. Замечательные есть люди. Вы знаете, вот у нас, музейных работников, руки бы не дошли иногда отыскать и реставрировать массу вещей. А коллекционеры просто спасают. А бывает, даже новые имена открывают. Всякое бывает. Нет, настоящие-то собиратели заслуживают всяческого уважения. Настоящие. Ну, спасибо. Муза Анатольевна. Вам наверняка знакомы многие художники. Да. Случайно. Не могли бы определить, чье это производство? Это... Нет, вы знаете, здесь собственные манеры Нет, ну, какой тут художник. Так, мазня по чужим мотивам. Нет, вы знаете, ищите про хвост и яйценика. Не ошибетесь. Догадываюсь. Идя по стопам Шерлока Холмса, я бы даже предположил у автора больную печень. Он желчный малый. Вот совместите, подпаска с кардиналом. По-моему, пахнет карикатурой. Я с вами согласна. Да, это чистая порода. Ты сидишь такой надменный, такой чопорный. А я возьму и поверх тебя намолю вот такую чумазую деревенщину. Да, вы знаете, конечно. Характер автора просвечивает. Завистливая бездарность. Ну, я надеюсь, что в нашем окружении его нет. Я непременно посоветуюсь с папой. А этого надо было ожидать. Ведь я хотел купить Юль Грекова-то. Я. И тогда еще Таланов перехватил у меня буквально из-под носа и потом передал все собрание в краеведческий музей. Ради чего? Ради таблички, переданных в дар М. Талановым? Это же пустое тщеславие, ничего больше. Называется, человек передал в дар народу. А народ даже сторожа не нанял. Дай мне масло. Не понимаю, как? Как можно украсть из музея? А, из Лувра воруют. А котлет не осталось. А я возьму. Да, только этого не хватало. Из музеев красть. Современному периферийному обывателю, что Эль Грека, что Собачкин, без разницы. Обожаешь строить из себя циника. Пап, ты про кипчака ничего не сказал? Да кипчака, девочка, существо добропорядочное. Ну, а по-твоему вот, у кого могла подняться рука записать Эль Грека? Начинаем работать на органы. Делать нечего, а? Нажарил мужу котлету. Удоволь. Да. Жаль. Чего тебе жаль? Вам грозило, что здесь мог висеть Эль Грека? Вот то-то оно-то. Между прочим, мне по ассоциации припомнился такой случай в двадцатых годах в Польше. Жил один художник, который время от времени делал прелестных Рубенсов. Не копии, а свои оригинальные сюжеты. Я парочку видел. Это просто гениальная имитация. И вот какой-то там пан Лавкач заказал ему Рубенса. Большого. А потом этого Рубенс попросил сверху записать там каким-то там портретом, там пейзажами. Я не важно. Не помню. Повезли за границу, а на таможне усомнились. Технику туда еще не применяли. Так, раскрыли картину. Рубенс. Скандал, газетная шумиха, неизвестное полотно Рубенса пытались тайно провести из страны. Пан Лавкача этого самого засрамили. А ему того и надо. Он стал признанным обладателем подлинного Рубенса. И пока правда не вышла наружу, продал запас на словную цену. Вот это я понимаю. Жюрик с фантазией. Вот интересно, а сколько бы вы сейчас выложили за этот эскиз кардинала? Двенадцать, пятнадцать. Не журно? Ага. Если серьезно, то в переводе на доллары и фунты за Эль Грек это гроши. Выходит иностранец, шикарно погорел. Тебя к телефону. Спасибо. Впрочем, вчера тебя опять видели в ресторане с женщиной. В каком? В Славянском базаре. Тебя дезинформировали. В Славянском базаре я был с девицей. Этой дурочкой в стадии молочка восковой спелости. Кстати, она ни на что путная не годится. Она беспутная, тем более. Проверю. Ну, не перевязываясь ты с глупостями. Я ходу в ресторан, потому что дома скука, мертвичина и нечего жрать. Мы едим на бесценном фарфоре, позолоченными вилками и ложками. Ну, что мы едим? Бутерброды. Комсерве. Бесконечные яички с мятку. Хорошо, когда еще магазинные котлеты. Я пережил ленинградскую блокаду. Как мы мерзли. Как голодали. Впрочем, папа тоже пережил блокаду. А к еде относятся нормально. Вполне умерен в еде. Легко быть умеренным. Легко. А я до всего жадный. До женщин, удовольствия, денег, жратвы. Папа. Папа находится в переходном возрасте. С этого света на тот. Не смей! Не смей! Не смей, да! Говори! Не смей! Ой, да дурью мучаются. Слушай, Аберт, ты же знаешь, что муза эмоциональный, как мать. Нужно учитывать. Нечего валивать эмоции на одного супруга за немением прочих объектов. Кому это все достанется, а? Антолий Кузьмич? М? Где ваши наследники? А, к шутам. Бестолку. Хочу показать одну вещичку. Прошу, Анатолий Кузьмич. Где добыл-то? Выловил из моря Жатейского. Ну и что же тебе снится что-то Роктов? А почему бы не Роктов? Беру в свидетель Заболоцкого её глаза, как два тумана, полуулыбка-полуплач, её глаза, как два обмана, покрытых муглой в неудаче. Та-та-та-там, та-та-та-та, когда почемки наступают и надвигается гроза, со дна души моей мерцают её прекрасные глаза. Да, глаза, правда, есть и характер, и есть лёгкости. Не хватает, не хватает таланта нечаянности, правда, папа? Уж слишком добросовестно сделано. Да, но глаза-то, глаза-то мерцают, мерцают. Я считаю, восемнадцатый век, это бесспорно, да? Но под Роктова. Продать бы я его за Роктова продал. Вот купить не купил, ну вот и прекрасно. Музычка, а чай ещё не вскипел, скажи, пожалуйста. Вот и прекрасно. Пускай пока повесит у вас. У тебя же комната есть, туда и вешай. Нет, требуется ваша марка. Вот с этого надо начинать. Тогда прибыль пополам. СМЕХ ПОДПИШИСЬ Вот принес. С тебя авансии. Получишь. Кимушка, проходи. Привет. Ой, спасибо большое. Проходи, как раз к чаю. Мне бы кружку попроще только. А то еще разобьешь что-нибудь с княжевским гербом. А мне? Сюрприз. Подожди минутку. Папа, можно я возьму? Пожалуйста. А чай будешь пить? Нет. Ким, ну-ка смотри. Полюбуйся. Это чья же такая? Сам смотри. Не знаю. Во всяком случае ей годков двести. Молодец. Правильно. Вот ты глядишь на меня, а он умер. Художник живет в своих творениях. Живет, конечно, если есть имя. Иначе шиш. Вот тебя вот он увековечил. А сам остался и НХ. Неизвестный художник. И хоть тресни. А мечтал, наверное, прославиться. Хватит причитать. Кимушка, иди пить чай. Иди. Я тебе сейчас расскажу потрясающую историю. Детектив про Эль Грека. Для достижения центростремительного построения художник подчиняет формы предметов контурным полуокружностям, контрастирующим с цветовыми плоскостями. И переводишь без словаря? Частично. Устроил себе искусствоведческий ликбез. Ну, выкладывай. Что привез? Привез второго кардинала, Паш. Привез директора музея. Еще привез вагон-туману и полезных сведений. Маленькую тележку. Ну, садись. Рассказывай. Ну, картины были украдены и тотчас найдены. Украдены культурно. Воры отключили сигнализацию, пока ночной зефир строил эфир, вынести все, что им понравилось через окно нижнего этажа. Под утро сторож обнаружил пропажу и позвонил в милицию. Вот, Паш. И вот отсюда начинается самое интересное. Ну, ну. Картины были найдены через десять-двенадцать минут. Собака взяла след и привела к котельной рядом. В двух кварталах. Там было все аккуратнейшим образом сложено. И на радостях никто не подумал, почему и зачем сложено? Естественно. А кого тогда подозревали? Никого. Судя по тому, что сумели отключить сигнализацию, значит, консультировал кто-нибудь из тамошних? Не обязательно, Павлик. Ты понимаешь, тут такое дело. Городок стоит на туристской трассе. И месяц, в который произошла кража, был рекордный по числу посетителей. При чем статистика? А при том, что сигнализацию проводили и опробовали в рабочее время, как раз на глазах этого рекордного числа посетителей. Голова тяпа. Во-во-во, я примерно то же самое сказал про раба, только в более крепких выражениях. А он что? А он сказал, что люди работают в рабочее время, потому он и называется рабочее. А в нерабочее время люди не работают. И что обеспечение секретности – это дело организации, которая его нанимает. Разумно? Вполне. У директора музея тоже есть разумное объяснение. Отговаривается, что публика дура и что сигнализацию от проводки не отличает. Все, публика. Тележка опустела. Предлагается в неограниченном количестве туман. Значит, по первому заходу на месте гола. Да. Мне теперь придется сесть на месте и процеживать все сквозь маленькое ситечко. Слушай, пошли кого-нибудь. Там уже восемь месяцев прошло, след простыл. А ты мне здесь сейчас очень нужен. Молодым. Директор музея в коридоре. Зову? Разрешите? Здравствуйте. Паша. Павел, это ты. Вот свела судьба старых друзей. Ну, не ожидал. Друзьями мы с Пчелкиным не были, хотя знакомство давнее. Он бывал в одной близкой мне семье, считался женихом, но мужем не стал. Обошелся без ЗАГСа и смотал удочки. Конечно, не он первый, не он последний и смешно становиться в непримиримую позу, но есть подробности и слова, которых нельзя простить. В общем, Пчелкин мне решительно неприятен. Правда, мы лет десять не встречались, но у меня о нем твердое мнение плохое. А ведь его действие по делу предстоит объективно оценить. Мне это будет трудно. Боюсь поддаться предубеждению. И потому, товарищи, считаю для себя неэтичным вести дело дальше. Значит, самоотвод в горячее дело вводить нового следователя. Владимир Александрович, вы допускаете, что Знаменский может быть необъективен? Вполне допускаю Зинаида Ядуряновна и вынужден согласиться. Постоянно держа в уме, что он предубежден, Павел Павлович вряд ли может быть объективным. Разведет болезненную щепетильность и улики против директора будет приписывать свои неприязни к нему. Еще чего доброго преуменьшит его вину. Напишите рапорт с изложением мотива самоотвода. Слушаюсь, Вадим Александрович. Слушаю, Вадим Александрович. Вы гомонисты? Нет. Вернется срочно ко мне. Хорошо. Досадно, да? Поверьте мне тоже. Вы с Зыковым работали? Нет, не приходилось. А вы? Мы сталкивались, но не близко. Так. Опыта у него, конечно, маловато. Ничего, будет советоваться. Подготовьтесь в список неотложных действий. Я составил себе план на ближайшие дни. Так. Очень хорошо. Ваше предложение, Зинаида Ивановна? Ну, прежде всего, сравнительная экспертиза обеих картин из музея и с таможнями. Стараюсь договориться в центральных реставрационных мастерских. Я бы проверил на подлинность все картины, которые крались, возвращались, товарищ полковник. Согласен, мегать нельзя. Вот что, Зинаида Ивановна, подумайте, пожалуйста, кого можно направить в музей? Хорошо. На что можем рассчитывать с вашей стороны, товарищ Томин? Область для меня новая. Люди новые. Пока общая разведка. Вы только представьте меня двум-трем завсегдадым и бросайте. Опекать не надо. Хорошо, Александр Николаевич, постараюсь. О, Тамара. Здравствуйте. 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 Извините. Я тогда вас останусь. Да, я сейчас приду. Вот познакомьтесь с Томомом. Мой друг отдыхал у него на юге. Добрый день. Саша. Человек заболел любовью к прекрасному. Тяжелый случай. Немного есть, да? Томара, пожалуйста, познакомьтесь с кем-нибудь. Я обещал. Ну, разумеется. Ну, насколько я понимаю, двухэтажная избушка на берегу моря или в горах, которая нуждается в украшении, да? Примерно так, Томочка. Хорошо, Саша, пойдемте. Мальчики, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Мы будем вам представить. Саша с юга. Начинающий коллекционер. Пожалуйста, прошу любить и не жаловать. Да, вообще. А меня простите, я пошла. Спасибо, Томаша. Спасибо. Саша. Добрый день. Саша. Саша, рад. Чем можем быть полезным? Решил коллекционировать что-нибудь настоящее? Вот, посоветуйте, чтобы не ошибиться. Это зависит от косов и простите советства. А, понял. Ну, а что нас все-таки интересует? Вот, я еще не знаю, на чем остановиться. Хотелось бы сойти с понимающими людьми. Послушайте, Саша, увлекаетесь искусством? Ну, питаюсь. Там от угла и до угла. Сплошное искусство. Идите выбирайте. Нам надо поговорить. Понял. Не буду мешать. Я не прощаюсь, да? Да, так вот, други мои, по поводу красного коня. Вон, да, Альберт Иванович. Ну, позови. Здравствуйте, пожалуйста. Альберт Иванович, да, здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас? У меня старинный сервиз Поповского завода. Поповский, разве старин? Ну, что? Он очень красивый. Потом, знаете, он весь целый, почти не пользовались. Почему в салоне не берут? Да там не называют стоимости. Надо привозить. Вы знаете, надо такси нанимать. Ну, ладно, я посмотрю. Потом комиссионная сборная, пожалуйста. Пошли. Ну, ладно. Не тормитесь, да. По Bond사를 кадрами. Вдох, удивленно. Вдох, удивленно. Вдох. Вдох. Donc, не lounge. Чёрное. КSuper Moving. Заhal к Ос지만. Эти часы пережили пожар Москвы, и до сих пор день за днём тикают, представляете? Вот послушайте, послушайте. Действительно тикают, что я вам говорил. Мне они не нравятся. Нет, нам не нравятся. Я бы предпочла напольные, в деревянном путляре, избои. Большие такие. Такие простые, уютные. Такие бывают, пожалуйста. Если мы оставим свой телефон, мы можем надеяться? Конечно, я к вашим услугам. Спасибо большое. Прошу вас. Мы вам будем очень-очень признаться. До свидания, заходите. До свидания. Всего доброго. Здравствуйте, Сергей Рюкалькович. Здравствуйте, простите, я не припомню, где мы с вами встречались. На юге, в тёплых краях. А, здравствуйте. Здравствуйте, простите, а как вас по имени-очень? Смотрели. Да. Вы что, для себя? Или так, для виду? Для виду, для виду. Предлагайте мне подряд, что подороже. Сейчас. Так вот, пожалуйста. Оригинальная вещь, сейчас в моде. Прошу. Сколько стоит этот подсвечник? Подсвечник? 338 рублей. Он уценён за дефект. Вот здесь вмятина, видите? Ничего, ничего. Это можно повернуть, если нет. Выпишите. О, пожалуйста, прошу вас. Пожалуйста, в кассу. Спасибо. Вы давно здесь? Больше года, Александр Иванович. Павел Павлович, здоров. Вновь. Будет рад, если бы вас было в новой месте. Александр Иванович, сердце рвётся поговорить. Вы не выкроете для меня часок. Позвоните. Полная неожиданность. Я только-только с аэродромом. Да, мне это известно, товарищ Кимчак. Скажите, часто ли вы продаёте картины через комиссионный магазин? Собственно, всего один раз. У вас там знакомый приёмщик? Нет. Когда вы сдавали, была очередь или никого? Очередь. Долго ждали? Порядочно. Не меньше часа. Не обратили внимания, что принесли другие? Псерка я разве припомнил? И же картины тоже? Да. Маленькую акварель Бенуа. Так, хорошо. Скажите, сколько дней спустя вы наведывались узнать о судьбе картины? Я не наведывался. Я почти сразу уехал в санаторий. У меня язва. Сочувствую. Кстати, напомните мне имя отчества приёмщика. Но я понятия не имею. Но, однако, договорённость о приёме под Пасхой существовала? То есть, загоня? Да. Нет. А почему же вы были уверены, что картину возьмут? Я совсем не был уверен. Предложенная цена 600 рублей вас устроила? Даже сверх ожидания вещь плохонькая. Так, очень хорошо. Очень хорошо. Да. Сидите, сидите. Скажите, с кем из сотрудников магазина вы раньше общались? Лично ни с кем. Может быть, не лично, а через посредника. Нет. Следовательно, товарищ Кипчак, не имея ни предварительной договорённости, ни какого-либо опыта реализации картин через комиссионный магазин. Вы отправляетесь туда в разгар своего рабочего дня и битый час стоите в очереди, даже без твёрдой надежды на успех. Потому что вещь плохенькая, как вы говорите. Так? Ну, в принципе, так. Очень хорошо. Скажите, почему возникла острая необходимость сдать подпаску? Разве я сказал, острая необходимость? Просто он мне не подходил. А много у вас картин? 64. И долго вы коллекционируете их? Лет 12. Ну, за это время, очевидно, приходилось, так сказать, расставаться с некоторыми вещами, да? Естественно. Скажите, а какие ещё картины вы издавали в комиссионный магазин? Больше никаких. Между прочим, вы меня об этом уже спрашивали. Разве? Ну, возможно, возможно, да. Товарищ Кипчак, вам не кажется странным, что, обратившись на авось к услугам магазина, вы неожиданно получаете хорошую цену и подпасок немедленно покупается иностранным туристам? Да, немного странно. Чем вы объясните, что единственную сданную вами картину, причём плохенькую, купил человек, пожелавший увезти её за рубеж? Это его надо спрашивать. Кому вы рассказывали о своём намерении сдать картину на комиссию? Жду ответа. Я пытаюсь припомнить. Нет, никому. Отчего же вы скрывали своё намерение? Скрывал? Ну, товарищ Кипчак, 12 лет вы реализовывали картины через друзей и приятелей. Очевидно, они всегда были в курсе, что вы готовы продать. И вдруг вы обращаетесь к услугам магазина и никому об этом не говорите, ни с кем не советуетесь. Ведь это же ваши слова, товарищ Кипчак. Я ничего здесь не присочинил. Но впечатление такое, как будто я в чём-то повинен. Нет, помилуйте. Что вы. Просто задача следствия тщательным образом выяснить обстоятельства дела, чем я и занимаюсь, строго в рамках предписанных мне законов. Итак, товарищ Кипчак, чем вы объясните, что скрывали своё намерение сдать подпаску на комиссию? Жду ответа. Хорошо, пусть скрывал. Хотя я ничего не скрывал, а получилось само собой. Что толку было скрывать? В нашем кругу он никому не нужен. Что толку было разговаривать? Интересно, а зачем же вы приобретали никому ненужную вещь? Кстати, за сколько? Я и не приобретал. Я получил её при обмене стенка на стенку. Не понял. Ну, когда вам говорят, давай махнёмся всё то, что у меня на этой стенке, на всё то, что у тебя на той стенке. Стенка на стенку. Цель подобного обмена? Каждое квалифицированное собрание требует определённого принципа. Даже развесить картины нельзя просто так, тяп-ляп. Должна рождаться определённая цветовая гамма, сочетание полотен. Бывает, годами бьёшься. То уберёшь, то повесишь. А всё равно ничего не получается. Ну вот, наконец, всё кончено. Кажется, надо остановиться. А остановиться невозможно. Тогда разом идёшь на большой обмен и опять вроде в пределе. Но бывает, некоторые полотна начисто выпадают. Хорошо. Как, например, вот... Я понял. С кем и когда вы произвели эта стенка на стенку? С Васей Кротовым, из НИИКОЗ-заменителей, месяца три назад. Хорошо. Позвольте. А это что такое? Продолжение следует... Здрасте. Добрый день. Следователь Зыков. Здрасте. Добро пожаловать. Пчёлкин. Рекомендую. Ирина Александровна. Здравствуйте. Зыков. Здравствуйте. Так сказать, моя коллега-исподвижница. Вместе изучали обе ваши картины. Присаживайтесь. Спасибо. 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 Ну, что ж, я попрошу вас популярно объяснить товарищу директору, каким вы пришли выводом и каким путём вы. Ирочка, открой с полотна. Вот этот вот тот самый прохвост с огурцом. Ну, что же, вы хотите сказать, что вот под этим пугалом... А под ним подлинный авторский слой. Доминико Теотокапули Эль Греко. 1541-1614 год. Ну, а сверху свеженькая мазня. Такая-то вот, видите ли, история. Не, да нет, да ну что, ну это же просто не может быть. Рад бы вас утешить, голубчик. Да нечем. Мы проверяли рентгена флуоресцентным способом. Видите ли, дело в том, что в каждую эпоху один и тот же цвет достигался красками разного химического состава. Ну, существуют таблицы с набором пигментов. Так вот, пурпур на мантии вашего кардинала состоит не из кашемили, которая употреблялась в те стародавние времена, а из обыкновенной красочки современного фабричного производства. Товарищи, ну вы поймите, я не знаю там, о том, кашинель, кашемелью, но я же вижу, тут наша картина же старая. Ну что, вы взгляните, вот трещинки же по всему полотну. Вы возьмите лупу, посмотрите. Ухажайте мне трещинки. Ирочка, растолкуйте его. Знаете, есть несколько мошеннических приемов, чтобы застарить полотно, быстро застарить. Ну вот, самый простой. Пишется картина в тепле, затем выставляется на холод, затем снова в тепло. И, конечно, краски не выдерживают, трескаются, но трещинки, понимаете, другие. Другие трещинки. Так что это не след веков, а, так сказать, холодильное производство. Здорово, Кум. Здоров. Там он? Там. Возили на полчаса в мастерские какие-то. Я адрес записал. Ясно. Держи. Не похоже, чтобы арестовали. Туда-обратно на городском транспорте обыкновенно. И ты за ними? Хвостом. Безотлично. Отойдем. Что делать-то будем? Долго ты будешь топтаться тут на Петровке под носом у милиции. Да по бедного. Либо его отпустят, либо того. Сами ж велели глаз не спускать. Перестараешься. Заметен ты. Поезжай-ка обратно. Итак, я жду правдивого, подчеркиваю, правдивого рассказа. Как случилось, что в музее произошла кража? Ну, я не знаю, как произошла. Но моей вины тут нет. Интересно, разве не на вас лежит забота о сохранности музейного имущества? На мне, конечно, на мне. Ну, так я или не заботился? Да меня был один сторож, а я ввел двух сторожей. Дневного и ночного. Да-да-да, вы знаете, что это такое выбить лишнюю ставку для музея? Так вот, я выбил. Проверим, проверим. Конечно, проверяйте. Кстати говоря, и сигнализацию тоже я выбил. Да, я целый год строчил докладные. Да, и потом монтировали ее при всем честном народе. Почему вы не закрыли музей для посетителей на время работы? Так, чтобы не закрывать его для посетителей. Которые, кстати говоря, совершенно не обращали никакого внимания на то, что там делают. Скажите, вы считаете подобный ответ достаточным для протокола? Ну, товарищ следователь, ну, вы поймите меня тоже правильно. Но бригада из области возилась с этой сигнализацией целых три дня. Три дня в разгар сезона. Когда экскурсии, отдельные туристы, целые группы. И что, и на три дня закрыть музей? Иностранные туристы тоже были? Да, конечно, целыми косяками идут. Очень хорошо, очень хорошо. Так, следующий вопрос. С какой целью вы замяли историю с кражем? Ну, чтобы, так сказать, не уронить репутацию музея. Ну, и вообще, вы знаете, чтобы не будоражить общественное мнение. Я предупреждал вас, товарищ Пчелкин, что жду правды. Где и кем вы работали прежде? С зав. отделом в области управления культурой. Назначение директором музея понижение? Ну, знаете, по зарплате это, в общем, то же самое. Ну, формально-то да. За что вас сняли? Ну, не поладил с начальством. Повторяю, с какой формулировкой вас сняли? Нарушение финансовой дисциплины. Если бы... Да, ну, все это интриги, знаете, это же... Да, да, я понимаю. Если бы в управлении стало известно о происшествии, то угрожало бы еще одно взыскание, не так ли? Ну, конечно, они бы были раны. Вот то-то и оно, товарищ Пчелкин, что не о чести города выпеклись, а о собственной карьере. И в результате следствие началось восемь месяцев спустя. Восемь! Да, вы оказали ворам неоценимую услугу своим молчанием. Надеюсь, что неумышленно. Надеетесь? Что, то есть, вы что, вы что, думаете, что... Да нет, подожди, это уже слишком. Ну, хорошо, но человек, ну, ошибся, ну, оплошал, ну, ладно. Ну, это же не дает вам права сомневаться в моей порядочности. А чего же такое право у меня есть? Да нет, подождите. Ну, что ж, вы считаете, что я сам у себя взял и... Хорошо, минуточку. Чем, к примеру, мы опровергнем такое допущение, что подмена картин в музее была произведена давно и что имитация с кражей послужила лишь средством окончательно замести следы? и что там у вас есть? Да. 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 Вы докажете, что вот этого самого замазанного кардинала украли из нашего музея. А может, у нас с самого начала висела копия? А? Ха. Да, да, да. Между прочим, вы зря улыбаетесь. Когда принимали эти картины, то никто не проверял их этими новыми способами. Ход неглупый, неглупый, товарищ Пчелкин, и вы могли бы на нем поиграть. Но есть одно досадное обстоятельство, которое помешает. Мы послали в музей группу экспертов. Сегодня утром мне сообщили, что из семи похищенных полотен возвратилось лишь два настоящих. Таким образом, украдено пять картин. Пять? Пять, товарищ директор, пять. Кто-то славно поработал, молю и фальшивки. И, кстати, у вас на глазах. Так нужно же сидеть в музее. Точную копию по памяти не напишешь, не топит. Да, конечно. Конечно. Подождите, я постараюсь сейчас вспомнить, кто сидел. Нет, вы знаете, я сейчас не могу вспомнить. Извините. Так, подождите, минуточку, минуточку. Вы что же, не фиксируете, кто допускается в музей для копирования? Ну и ну. Ох, замечательно. Придется целую поэму писать в министерство культуры. Министерство культуры. Ну что же, вы, конечно, напишите, что во всем виноваты пчелки. Я изложу факты. Ну, товарищ следователь, ведь в конце концов, я же и так уже пострадал. У меня лично, знаете, сколько украли? У меня там замшевый пиджак висел в кабинете. Новый, болгарский. Блок сигарет БТ. Мне только что из Москвы привезли. Журнал там один. Ну, журнал ерунда, конечно, чепуха. Такой журнал для мужчин, знаете, пикантный. Турист один иностранный оставил. Книжка очень дорогая. Редкая книга. Искусство Фаберже. Так, прошу. Пиджак. Свет, размер, особые приметы. Размер 50-й я нашел. Цвет, ну, там, замшевый такой, знаете, ну, коричнево-бежевый какой-то. Приметы, ну, какие приметы? Почти не ношеные, такие разрезные карманы, знаете. Книга, как вы сказали, искусство? Книга, искусство Фаберже. Очень дорогое издание. Это, знаете... Год выпуска чьё издание? Год выпуска? По-моему, 72-й. Издание лондонское. Да, лондонское. Это прекрасное издание, такое шикарное, намелованной бумаги, очень дорогое издание. Как к вам попало? Привез художник один наш, ездил в туристскую поездку. Фамилия? Художника? Художника. Жапошников. Ну, и вот и привёз в дар музею. Хорошо, ладно, проверим, проверим. Ну, и последний на сегодня вопрос. Картины талановского происхождения находились все вместе? Да. Да, да. Все 23 картины, все висели вместе, и под одной табличкой, что это дар художника музею, занимали две стены. Скажите, их расположение было неизменным? Ну, в общем, да. Что значит в общем? Ну, однажды я кое-что перевесил. Что именно и куда? Перевесил, врубеля поднял, и венецианова повыше. Ну, так стало лучше освещение, знаете, они заиграли по-новому. Ну, а двух голландцев опустил вниз. Кто при этом присутствовал? При перевешивании? Да. Антипыч помогал. Кто это Антипыч? Сторож наш дневной. Ну, ещё кто-то был. Да ну, вы знаете, я уже и не помню. Да какое, в общем, это имеет значение? Вы знаете, это имеет большое значение, очень большое значение для вас, товарищ Пчаркин. Это может быть единственным свидетельством в вашу пользу. Не понимаю. Ну, это не важно. Постарайтесь точно вспомнить, когда вы перевешивали картины. Когда? Ну, сейчас я скажу точно. За пять дней до кражи. Что куда перевесили? Вот фотография картин Таланова. Ну, как я понял, эти две сюда, а эти на их место. Значит, двух голландцев взяли по ошибке, считая за Венецианова и Врубеля. Безусловно. Безусловно. По ошибке. Вообще, в музее действовал кто-то некомпетентный. Он имел инструкцию брать картины по их местоположению. Ну, и взял место Врубеля и Венецианова двух голландцев. В котельной начали разбираться, копии на голландцев не заготовлены. Ну, по неволе оставили. Ну, соучастник вряд ли стал подкладывать друзьям такую свинью. Я боюсь, что пан директор нас ни на кого не выведет. Да, для сведений. Я сообщил перечень пропавших полотен всем организациям, связанным с продажей, с куплей и с выставками картин. Вряд ли их будут выставлять. Если не найти, кто украл, картины могут лежать за печкой до нашего с вами выхода на пенсию. Дайте-ка мне список вещей, которые называл Пчелкин. Минутку. Судьбу журнала для мужчин я проследить не берусь. А вот из кустов ФБРЖ книга явно на любителя. Займусь. Крупный вор горит на мелочах обычно. Папа придет из поликлиники. Пожалуйста, заставь его полежать. Хорошо, заставлю. Не забудь. Между прочим, с пятницы ты знаешь, какой сервис притащил? Знаю, элементарный поповский. Нет, не поповский. Что я не могу купить для развлечения? Непопов. А что же? Было бы тебе известно, в Кайдерской Германии работала фабрика, которая занималась исключительно подделкой поповского фарфора. Это что, значит, мне всучили лимпопо? Вот именно. Позор. Лимпопо. Не расстраивайся. Кругом жулики. Кругом. Могут. Могут каждого надуть. Знаешь, каждый может ошибиться. Насчет папы не забыть, да? Угу. Все, я опаздываю. Лобзай у тебя. Убежала. Ой. Ой. Ким, алло. Ким. Ну, наконец, развалился. Мне нужен каталог. Да, сейчас клиентка придет. Ничего ей неизвестно. Ну, сырой материал. Ее еще надо обольщать. Давай не ори. А, так бы и сказал. Господи. Ну, пивка выпей и мне принеси. Не проспался, да? Ну, шут с ней, ладно? Подождет, принесешь в четверг. Лобзай у тебя. Лобзай меня, твои лобзай, моя слава семья. Лобзай меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, если не ошибаюсь, Альбина Петровна. Да. Очень хорошо. Да, Альбина Томанович, я по рекомендации додорога. Знаю, прошу вас. Спасибо. Вы знаете, в ваш музей просто страшно входить. Глазам больно. Какой роскошный торшер. Стиль вампир. Красота. Ой, а картин, картин. Додик сказал, что если эту квартиру оклеить 100-рублевыми бумажками, вышло бы дешевле. Даже в два слоя. Сколько же на это потрачено денег? Дорогая моя, когда вы имеете дело с произведениями искусства, вы не тратите деньги, вы их вкладываете. Надежнейшее помещение капитал. Ну, к слову, вот эта картина. Прошу, прошу, Матис, слыхали такого художника? Да, приблизительно. Очень известный художник. Прошу, когда в начале 50-х годов, прошу, я приехал в Москву, изобрел на старую арбатную комиссионку, эта картина висела на продаже и стоила 500 рублей. тогдашних до реформенных. Я удивился, почему так много. А теперь ее цена минимум 5000. Нынешних. Фантастически. Ну, вы знаете, во всем мире сейчас все дорожает. А вы знаете, почему, дорогая? Наша вселенная расширяется. В каком смысле? В буквальном расширяется, расширяется и расширяется. Ой, ну, перестань. А научно доказанный факт, научно доказанный факт. Старинных вещей не становится больше, вот они дорожают. Ой, ну, вы шутник. Я слегка прошу. Прошу. Спасибо. Ну, так чем же я могу вас порадовать? Вы знаете, Додик называл какую-то французскую фамилию. Фабержье. Фабержье. А, да, да, да. Фабержье. Фабержье, но ведь фабержье, это серьезно, дорогая. Я знаю. Да. Но мне нужна подарочная вещь для мужчины. Для мужчины? Да, для мужа. Годовщина свадьбы. А ваш муж по какой специальности? Мебель, по-моему, товары, продукты? Нет, нет. Нет. Строй материалы, не он, а я. А, интересно, люблю деловых, красивых женщин. Значит, Фабержье никаких гвоздей. Да? Да. Додик сказал, что это будет действительно ценная вещь. Очень ценная, дорогая. И что вам мечтается про сигару, пепельницу? Ну, вы знаете, вы мне покажите, я выберу. Хорошо? но, честно говоря, вы знаете, я бы вот купила у вас этот торшер. Вы знаете, честно говоря, когда я вошла и увидела его, он меня просто околдовал. изумительно. Вы знаете, дорогая, здесь не антикварная лавка, вы в доме Бабарыкина. Ну, вы меня извините, конечно, я не хотела вас обидеть, но... Ой, нет, нет, я лучше повернусь к нему спиной. Итак, Фаберже. Да. Ну что ж, надо подумать, у меня есть кое-что на прицеле из коллекции знаменитой петербургской балерины любовницы великого князя. Ого. Да. Знаете что, дорогая, приходите к нам в четверг. Хорошо. На знаменитый Бабарыкинский четверг. Я что-нибудь подберу к этому дню. Соберутся все знаменитые коллекционеры. Ой, какая роскошь. Ну, если бы она была маленькой, я обязательно бы у вас ее укрою. Вы же не нравитесь, моя дорогая. Очень приятно было с вами познакомиться. Знаете что, Альбер Петровна, жизнь не холодка до ужина. С вами хоть сегодня с Альбер Петровичем. не могу. Важное дело. Завтра. Хорошо. До свидания. До свидания. Я позвоню вам. Хорошо. Всего доброго. Ну, кроме того, при вспышке сверхновой звезды рождается множество электронов со скоростями близкими скорости света. Они разлетаются на громадные расстояния. Ну, вот для нашей галактики эти быстрые электроны чересчур шустры. И, разумеется, их приводят в норму, чтобы не обгоняли других. Вот, вот каким образом их приводят в норму? Вот кто из вас сообразит? Магнитное поле? Совершенно верно, Магнитное поле. Айберт Иванович, закончите занятие, закройте клуб и отдайте ключи кружковской Надежде Владимировне. Хорошо. Пожалуйста. Айберт Иванович, вы обещали рассказать при Цефеиде. А, ну, хорошо. Садись. Цефеиды это, это гиганты, это маяки во вселенной. Цефеиды это пульсирующие звезды. Они то угасают, то расширяются. То, что звезда угасает и сжимается, садись, означает, что внутри она раскаляется. И когда будет перейден допустимый предел сжатия, то... И когда будет перейден допустимый предел сжатия, то... Ну, скажем так. терпение звезды лопается и начинается ее возрождение. А вот последний раз мы с вами встречались в местах лишения. Вы приезжали туда из-за побега одного заключенного. Да. Изрядно воды утекло. Да. Течет она ужасающе быстро. Я ведь имел глупость обидеться на вас тогда, Исаня Калачч. Тогда в колонии у нас разговор один был. Вы, наверное, забыли. Почему? Помню. Надя из Львова ждала ребенка. Вы собирались жениться. Потом закрутились в какую-то аферию, угодили за решетку. Правильно? Да. Сейчас мне кажется, что это сделал кто-то другой. Некто по кличке хирург, по квалификации уголовного кодекса мошенник. Поверите, сегодняшний Ковальский эту тогдашнему хирургу голову свернуть. Замечательная моя женщина. Я мог бы счастлив. Затаили обиду? Просили разыскать ее сообщить адреса. Я не сообщил, да? Что вы, Савичкин? Ну, какие оправдания? При вашей сумасшедшей работе разве я не понимаю, о чем говорить? Да нет, я ведь сам ее нашел в конце концов. Только повод. Опоздал. Всего два месяца она вышла за... Спасибо, Ваше. В ваших сегодняшних заботах ничем не могу быть полезен. Спасибо. Кто знает. Скажите, Сергей Рудольевич, а что среди коллекционеров? Имеется мошенничество? Бывает, конечно. Но в основном это чистые люди. Вы знаете, тут тут мне как-то один сказал «Я зажженный человек». Представляете, мне понравилось. Так вот, они все такие зажженные люди, горят. У вас, наверное, постоянная клиентура, связи? Есть. Целая телефонная книжка. Я им нужен. Вы часом не слышали, никто не хвастался, что приобрел английскую книгу «Искусство Фаберже». «Искусство Фаберже»? А, «Край муха» где-то слышит. Да? Да, есть на руках такая книга, но два-три, не больше, экземпляров. Вы знаете, легче достать самого Фаберже, чем эту книгу. Я вот, например, «Фаберже» в натуре видел, а книгу нет. «Искусство Фаберже». А каков он, этот Фаберже, которого вы видели? Замечательно. Тончайшую работу. Вы знаете, я видел бокал золотой и потом пресс-папье. Значит, внизу сердолик, а сверху такой спящий серебряный лев. Впечатляет. Знаете, когда вспомнишь, что за этого льва можно целую машину купить? Да будет он. Да, мода, Александр Ильич, мода. Этого Фаберже так привознесли, что от твоей бендвинуточи линии. Ну что ж, я попробую. Я попробую расспросить насчет этой книги. Сергей Рудольевич, мне вас послал счастливый случай. Я бы думаю, а не удастся ли через вас некоему Саше с юга, владельцу дачи на Южном море, затесаться в среду коллекционеров и художников, а? Ну и с ней просьба без такт, ну скажите. Скажу, скажу, конечно, просто думай, чем вам помочь. А, зашла одна мысль. Держите ее. Есть один молодой человек, некто Дмитрий Кудрявцев, по кличке Додик. Ну, он такой общий любимец, вхож всюду. Я с ним на короткой ноге. Вот я думаю, что он вас ведет туда нужно. Коровин, Коровина, списываем Свечинкина, Свечинкина, поскольку он перешел к Корлецкому. 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 А Ветчинкину записываем двух Айвазовских. Айвазовских. Ну и не в доброе здоровье. Так, Щукин, Щукин, уводим Верещагина. А Верещагина пишем к Бабарыкину. Выходи там все. Я на пуху не буду отхаживать. Так, Бабарыкину. Ась. Так, а значит, Верещагина. Ась. Всевожая. Ой, Бабарыкина. Что такое? Опять навеселе. Я навеселе не бываю. Либо пьян, либо трес. А сейчас просто веселый. Батюшки. Да что же я сподобился у зрителей? Знаменитая картотека. Контроль и учет передвижения художественных ценностей. Ладно, 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 не трогай, не трогай. Не трогай, но шутана мне. Я, по счастью, родной не собиратель чужого. Я сам художник, творец. Гори, гори, мое. Господи, Борь, что ты какой-то крученый, верченый. Я, Боже, тебя видеть не могу. Взаимно, Анатолий Кузьмич, взаимно. Вот, вот, держи, держи, я тебя и выгоню. Не гоните, ради бога. Может, вдруг ты еще глядишь, что-нибудь пригожусь, а? Дорожник. А что Альберта-то не слышно? Обещал дома быть. Так, массажистка у него, массажистка. Десять рублей сеанс, три раза в неделю. Хорошенькая. Да, да. А муза, значит, стряпает. Стряпает, 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 стряпает. Ему бы надо было на шеф-поваре жениться. Вот, бедная сугроба. Да что ж ты мне так мешаешь, ебалый, честное. Ну, какое это твое дело? Юный гений. Он самый. Вот, спроси-ка меня, Альберт, почему я веселый? Ну, почему ты веселый такой? Почему я веселый такой? Да, почему ты веселый? Да вот, штучку тут одну принес. Неплохую. По всем статьям. Подержи. Вот, показывай. Пиши. Это значит, пиши. А вы, копейки у нас? Не дурно. Полюбокоиться. Людей Анатолий Кузьмич. Ну, что, прекрасная работа с невооруженным глазом. Но ведь надо же здесь лезвать, все изучать. Вы займись, ради бога, сама-то у меня тут дел полно. Хорошо. Ну? Не зря я веселый такой. Ну, что ж, пойду. Пойду. И следовать вооруженным глазом. Ну, ладно, ладно. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Давай закурим. Товарищ, ну что в тебе такого сон? Ну и повтори ему. Имя, друг мой, имя, да и все. Ты что, Ким? Ты где? С ума совсем сошел? Простите, ради бога. Это я совершенно машинально, Муза Анатольевна. В любой картинной галерее штраф заплатишь. Заплачу, заплачу, Муза Анатольевна. Ты не знаешь, где Олег? У себя? У себя, он занят ненадолго. Я у него хочу спросить. Не надо ему мешать, не класть. Если класть, то целиком. А его резать невозможно, глаза щиплет. Пускай ест без лука. Умница. Спасибо. Не на чем, родная. И покурить уже нельзя, а? Поздравляю. Лима, на месте. Сколько ты за нее хочешь? Весь в первоклассе. На аукционе в Цюрихе. Ты знаешь, сколько за нее дали бы тысячи фунтов? Если здесь перечитать все на фунт, ты знаешь, сколько пудов получится. Ну, как сказал с горечью поэт, мы не в Чикаго, моя дорогая. Ну, что там у Музы с обедом? У Музы полная кивана. Анатолий Кузьмич. Ну. Так, сколько стоит этот фаберже? Ну, так что-то надо найти покупателя. Найти? Мне деньги нужны сейчас. Знаешь, если ты встретишь человека, которому сейчас не нужны деньги, ты меня разбуди среди ночи, приеду полюбопытствовать. Алик, я помидоры забыла, ничего, а? Нет, не фил, а не фил. Да. Боже. Боже. Ой. Ой, какая прелесть. Ой. Чудо. Так и думали. Фаберже. Приезд. Алик. Ты достал? Угу. Где откопал? Ким добрался до коллекции петербургской балерины, любовницы великого князя. Точно. Как водер сразу наискосовку. Две старушки-сестрички. Балеринин и племянница. Она продается? Продается. Сколько? Да. Папа. Давай возьмем. Да что ты можешь? Сейчас это не входит в мои планы. Папочка, давай. Алик. Тогда ты. Ну, бери ты. Алик, не прогадаешь. Честное слово. Это же значит, что нам летела распродажа у российского. Пока мы не имеем возможности. На кухне ничего не пригорело? Посмотри, я сейчас. Ах, какое чудо. Ну, Анатольевна, купите вы. Вам я подешевле выступлю. Папа, взаймы дашь? Не рубля. Что за блаш? Слушай, давай договоримся. Ко дню твоего рождения ты получишь фаберже. А, я хочу этого. Я умываю руки. Я ведь сама достану, без вас. Достану. Слушай, кин там подбиваешь купить. Аль, ты был? Кончай твои фокусы. Ваню, ну что ты? Тебе же я тебе сказал. Ну хорошо, ладно, спокойься. Кончай, кончай. Ладно, ладно, ладно. Не будем. Духовку выключи, мясо готово уже. Яша? А, не луку не положила, а помидоры? Ну ладно, все положила. Слушай, Ким, так интересно. Только сейчас начинают появляться самые талантливые работы фаберже. Как будто бы они прятались и ожидали, когда их смогут по достоинству оценить. Не согласен? Вполне согласен. Фаберже были не сплошь удача. У него была и вычурность, и красивость. А тут просто благородно, чистое серебряное литьё. И эта рыбка слегка утрированная, с ноткой иронии, замечаешь? Замечаю иронию. Эта рыбина, она вообще такая штука, я бы сказал, с настроением, даже с подтекстом. Вот именно, с подтекстом. И знаешь, я уверена, появись она чуть раньше в общем всплеске моды, да никто бы не обратил внимание. А сейчас, когда каждая находка на виду, думаешь и сравниваешь. Я считаю, то, чем все восторгаются, это средний уровень. Средний. А есть вершина творчества фаберже. Золотой период. Так, ну и что ещё вы туда относите? Из вещей, что держала в руках, пресс-попьес со спящим львом, например. Ага. А подсвечник змея? Да. Да, пожалуй. И знаешь, все его работы в каком-то едином стиле и помечены московским клеймом. Московским. Занятно. Я даже решила одну статью написать. Альберт, хорошее название придумал. Золотой период серебра фаберже. Дайте почитать, когда допишете. Да, конечно. Ким, ты знаешь, я рыбку возьму. Только ты пока помалкивай. Сколько старушки просит? Старушки тёмные и знают, что старинное серебро и всё. Ладно. Договоримся. Продолжайте. Да. Значит, состав преступной группы, по всей видимости, разношерстный, товарищ полковник. Во-первых, это художники, которые готовили копии. Затем исполнители преступления. Если польстились на пиджак, сигареты, книгу, значит, просто мелкое жульё. И в-третьих, очевидно, существует тот, кто всё это организовал и взял на себя реализацию похищенной. Так, скажите, подтвердилось, что у директора пропали вещи? Да, замшевый пиджак у Пчёлкина был, теперь исчез. Книга искусства Фаберже тоже была, действительно, подарил местный художник, а в благодарность директор у себя в музее повесил его картину. Так, ну что ж, давайте подытожим. Значит, директор, как соучастник кражи, отпадает, так? Да, товарищ полковник, я разрешил ему уехать. Кипчак, продавший подпаска, тоже? Всё проверено, он ни при чём. Ну и что, другими словами, вы зашли в тупик? Да нет, надеюсь, что нет. Сидите, товарищ полковник. Пожалуйста. Извините, товарищ полковник. Сидите. Пожалуйста. Слушаем. Среди людей, которых припомнил Пчёлкин, была группа студентов художественного училища. Они снимали копии как раз с этих семи картин, и судьба этих копий неизвестна. Вам неизвестна или им тоже? Да ни мне, ни им. Здесь история такая, товарищ полковник. Значит, из средств общественного питания к училищу обратились с просьбой помочь художественно оформить вновь открытые торговые точки. И прямо указали, какие картины хотели бы получить. Именно те, товарищ полковник, которые потом были украдены. Ну, деканат разрешил. Для студентов это был и заработок, и практика. Им копии зачли как курсовые работы. Деньги училищу пришли по почте. За копиями прислали машину с шофёром, погрузили всё. Дальше никаких следов. А что в тресте? Трест картин не заказывал. Перевод отправлен частным лицом. Имя, адрес, всё вымышлено. Скажите, а в училище там хоть помнят внешность человека, с которым вели переговоры? Помнят. Молодой блондин с бородой. Ну, это, значит, это безнадёжно. Это даже шутка такая есть. Особые приметы. Усов и бороды нет. Так, вернёмся к ворам. Значит, вы считаете, что с картинами они действовали по шпаргалке? Так? Пиджак и прочие там вещи прихватили для себя, так сказать, сверх плана, да? Думаю, да, товарищ полковник. Так. Но ведь книга по искусствоведению уголовникам для себя не нужна. И тут тоже смахивает на заказ. Пожалуйста, поинтересуйте Супчёлкина, кому он её демонстрировал. Хорошо, товарищ полковник. Есть на экземпляре отличительные черты? Да, прожжено пятнышко на переплёте, головка спички отлетела. Понятно. Так, что у нас по линии угрозыска? Томин нащупывает связи в кругах художников и коллекционеров. Надеюсь, вы понимаете, что преступление по своему характеру является беспрецедентным. Жду максимум усилий. Нужна помощь? Говорите. Командировка на два дня, товарищ полковник. Повезу студентов в музей опознавать копии. Командирскогоacer Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok